Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами любопытной и радостной для меня новостью. Дело в том, что на уходящей неделе, опишу я этот видос в четверг, 28 января 2021 года для тех, кому это интересно. На уходящей неделе я прочитал книгу, которая как бы в некотором смысле поддержала меня в тех моих размышлениях, которые я начал в своем предыдущем видосе неделю назад по поводу всех тех тенденций и трендов, которые мы как бы наблюдаем в современном мире. И подтверждение это я получил в виде совершенно замечательной книги, даже покажу ее вам. Вот она. Да, то есть это самая свежая книга, единственного и неповторимого, не могу с этим не согласиться с этой формулировкой, Виктора Олеговича Пелевина. И как бы в прочтении новой книги Пелевина для меня нет ничего особенного, поскольку его-то я стараюсь читать в совершенно обязательном порядке. Но дело в том, что вот действительно в этой книге, которая называется, если вы не успели рассмотреть, «Искусство легких касаний», дается еще один вариант, еще одна интерпретация вот тех вот событий и тенденций, извините, что постоянно повторяю это слово, о которых я говорил в своем прошлом видео. Безусловно, я не могу ставить себя в один ряд с Виктором Олеговичем. Я, к сожалению, не умею столь емко, лаконично, иронично и в общем, и в то же время где-то даже жутковато формулировать свои идеи. И формулировать их, кстати, не только так, как я это сказал только что, но еще и достаточно парадоксальным способом. Я уже написал на застав, на стартовой заставке этого видео, что возможны спойлеры, но чувствую себя обязанным еще раз предупредить вас об этом. Я, конечно, не буду пересказывать все содержание этой книги, это бессмысленно, это надо читать, но, тем не менее, я попытаюсь передать вот, собственно, ту главную идею, которая как бы вполне, как мне кажется, созвучна с моими же мыслями, высказанными мною в моем прошлом видео. То есть, если вкратце, еще раз, вот сейчас, возможно, начинаются спойлеры. Если вы собираетесь читать книгу Виктора Пелевина «Искусство легких касаний», то немедленно прекратите смотреть это видео. Так вот, значит, существует ноосфера. Я думаю, многие из нас прекрасно представляют, что это такое. Если тех, кто не представляет, вкратце скажу, что это некая мыслящая оболочка, формирующаяся человеческим сознанием. Так ее определили французы Эдуард Леруа и Пьерто Ярде Шарден. Но определили они ее наслушавшихся лекций, которые в 1922-1923 годах читал в парижской Сорбонне знаменитой Виктор Иванович Вернадский. Надеюсь, что это имя вам знакомо, по крайней мере, киевлянам, поскольку вот в районе Академгородка есть даже бульвар или проспект Вернадского. А также еще как бы кратко напомню, что он является, я имею в виду Академик Вернадский, одним из основателей Украинской Академии Наук. Вот, собственно, чем он и памятен для нас. Да, так, собственно, вот эту идею ноосферы как бы сформулировал первый он, но вот его французские коллеги завершили формирование этой идеи и как бы донесли ее до самой широкой общественности. Потом есть химеры. То есть, я думаю, опять-таки, многие из вас знают, что это такое. Это вот некие там страшненькие существа, которые присутствуют на многих готических соборах. Ну, например, на той же, так, чтобы далеко не ходить, на том же соборе Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари. Я думаю, это самый известный из подобных соборов, к сожалению, сгоревший, то есть пострадавший от пожара. Вот, и как бы Виктор Олегович высказывает вот какую идею, что вот эти самые химеры, это были, в отличие от горгулей, да, то есть, кстати, чуть-чуть отвлекусь, да, то есть горгульи или горгоили, как их называет Пелевин в книге, принципиально отличаются от химер вот чем, что горгульи это своего рода водопроводные трубы, которые, значит, передают, ну, если говорить о физическом мире, который мы видим, небесную воду, значит, на землю, да, то есть это некие стой, водостоки, да, то есть с крыши этих соборов, тогда как горгульи ничего подобного, то есть никакой подобной функции на себе не несут. И поэтому, вот, значит, фантазия писателя, значит, домысливает, что это некие, что этим фигуркам как бы была приписана некая другая функция, которая не столь очевидна. А очевидно то, что она, то, что эти горгульи, они, о, горгульи, извините, химеры, заговариваюсь малость, являются чем-то, так сказать, как бы воплощением неких нехороших замыслов, скажем попроще, да, то есть которые создаются именно человеческими усилиями, не будем говорить руками. Вот, и развивая эту мысль, Виктор Олегович приходит к выводу, что вот эти самые химеры ранее как бы использовались всяческими тайными орденами и прочими тайными обществами, чтобы доносить, так сказать, вносить в массовое сознание вот некие идеи или же там вот те самые тренды и тенденции, которым нужно следовать обществу на том или ином этапе его исторического развития. Следующий как бы шаг или же как бы, как это называется, leap of faith, да, то есть прыжок веры, это предположение писателя о том, что сейчас вот эту эстафету у тайных орденов и организаций приняли спецслужбы всего мира. В первую очередь ЦРУ американская и ГРУ российская, да, и таким образом они преобразовали это из химер в химемы, да, то есть это вот то слово, которое вы видите на моей начальной заставке, да, то есть химема это гибрид двух слов, химеры и мем, да, то есть вот такое вполне себе современное трактование, да, так сказать, этого старого, казалось бы, понятия. Что такое химема? Ну, это, собственно, вот опять-таки некое, если оперировать некими терминами из магии и волшебства, то это некое заклятие, да, которое создаётся усилиями специально подготовленных специалистов, в которую, как бы, да, то есть в группу этих специалистов должны обязательно входить, собственно, идеологи, которые эти вот, как бы, некие конструкты эти идеологические придумывают, потом медиумы, которые выносят, так сказать, этот конструкт, эту тенденцию, эту идею в ту самую ноосферу, или же, как говорит Пелевин, наносят своего рода татуировку на поверхности ноосферы, но, да, и при этом, естественно, обязательным элементом является жертвоприношение, ну, если там в какие-то средневековые, в каком-нибудь средневековье или ещё в более ранние периоды исторические развития человечества это могли быть и человеческие жертвы, то сейчас это, то сейчас это, извините, тоже живые существа, но это животные, причём в зависимости от цели и направленности того или иного вот идеологического конструкта, который надо создать и вынести в ноосферу, используются разные животные. Например, вот там герой, один из героев книги Пелевина, когда он работает, создаёт эти химемы для Соединённых Штатов, он использует индюшек как самое распространённое, как практически культовую птицу, да, вы помните, на День Благодарения, там есть такая традиция в Штатах, есть именно индюшек. Да, и особый цинизм, кстати, как бы с точки зрения вот этого российского грушника, было то, что этих вот принесённых в жертву в ходе особого ритуала индюшек надо было потом ещё и продать, экспортировать в США, чтобы, значит, вот мясо этих индюшек съели же сами американцы. Это приводит, по мнению героев книги, к более стойкому результату. Ну, а, собственно, вы спросите, а каким образом... Да, и, естественно, как бы до поры до времени этот конструкт, где-то там нанесённый то ли на поверхности, то ли витающий где-то в других слоях ноосферы, абсолютно невидим и безвреден, пока не наступит, пока не будет применён некий активатор или же триггер. Ну, естественно, чем может быть, что может быть в смысле этим вот самым триггером или активатором? Естественно, некая фраза где-нибудь в Твиттере, в Фейсбуке или в другой социальной сети. Причём, как бы, содержание этой фразы может быть никак не связано смыслово с содержанием вот того самого идеологического конструкта или же тренда, который, как бы, необходимо активировать. Ну, а дальше, я думаю, думается, мне вам не надо объяснять. То есть, чем больше репостится и распространяется эта фраза, этот Твит или, там, пост в Фейсбуке, тем большее количество людей, как бы, активируется, начинает понимать и воспринимать вот эту вот, как бы, идеологическую конструкцию наиболее, как бы, наиболее близко к сердцу и начинают всячески её выполнять и следовать вот тем идеям, которые заложены в эту самую химему. Ну и, собственно, вот вы спросите, как это связано с моими предыдущими, с моим предыдущим видео. Ну, а вот так, что, как бы, в своём варианте развития событий и объяснений, Виктор Олегович, как бы, утверждает, естественно, как всегда, это у него бывает иронично или же постиронично, как хотите, что вот эти все гендерные подвижки, которыми, как бы, одержимы верхние слои американского общества или же, там, расовые такие же самые подвижки и так далее, как бы, это является, вот, следствием деятельности российских спецслужб, то есть, вот, создания и засылки и активации вот этих самых химимов. Ну, а искусство лёгких касаний Виктора Пелевина, ещё раз покажу вам её, интересно не только тем, что я изложил несколько выше, но и тем, что автор задаётся самым насущным, как он сам пишет, вопросом современности. Столыпин, куда же несёшься ты? Дай ответ, не даёт ответа. Причём, как бы, небольшая оговорка, Столыпин тут имеется в виду не царский министр, да, а, собственно, вагон для заключённых. И именно, вот, как представляется Пелевин, для Пелевина вот этот вот вагон Столыпин становится, ну, то есть, замещает вот ту самую, как бы, тройку, да, там, Гоголевскую, знаменитую, да, то есть, я думаю, вы поняли намёк Пелевина. То есть, вот, значит, этот вагон для зэков замещает тройку, под которой, как бы, как вы понимаете, и там, и там, разумеется, Россия. И, в общем-то, как бы, действительно, Олег Викторович, о, Виктор Олегович, извините, даёт ответ на этот вопрос, куда несётся этот Столыпин. И, как бы, вопрос этот весьма... О, в смысле, ответ этот весьма и весьма жёсткий. А в чём же он состоит, думается, не стоит пересказывать. Советую ещё раз почитать книгу Виктора Пелевина «Искусство лёгких касаний». Ответ на последний вопрос дан в отдельной последней главе, которая так и называется «Столыпин». Ну вот, по-моему, на этом и всё. Опять-таки, ещё раз повторюсь, не стоит пересказывать книги. Их надо читать, тем более книги Пелевина. Хотя, как мне кажется, вот сейчас пришла мысль, а, может быть, и эта книга – это нечто подобное той самой химеме, и меме, о которой сам Виктор Олегович и пишет. Как вы думаете? Ну что ж, на этом, пожалуй, и всё. Раскланиваюсь с вами, как всегда. До самых скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова